Я вам скажу одну вещь. Есть одно достоинство нашего народа, которое я очень люблю. Наш народ оптимистически и ожидает окончательного избавления. Это очень важное качество, надо укреплять в себе. Однако у этого качества есть также и побочные недостатки. Я помню, в былых поколениях была одна история. Помню, одного из них было, было немало таких. Было Дил Жемесия, и по которому искался один из великих матрицов того поколения. Что только из-за того, что наш народ очень хочет достоиться прихода Машеяха, он может так спустить планку, уровень понимания, что такое Машеях, что если он назвать кого-то, что он Мессия. То есть, истинный Машеях, это порочество на уровне Машея Робейна, это вещи, которые нам не постижены. Но надо понимать, что когда наш народ ожидает Машеяха, это очень хорошо. Я вам не раз рассказывал известную историю основателя хасидской общины, святой земли, великий Роменаха Мендеря из Витебска. Он поселил в обстверии, там был какой-то шум. И сразу спросил, Роменаха Мендеря, может, это Машеях? Он выглянул, он посмотрел, говорит, нет, не Машеях. Надо просто понять, как жила семья Роменаха Мендеря из Витебска, что здесь шум на улице, может, пришел Машеях. К чему я это сейчас говорю? Есть радостное событие, что, скорее всего, я думаю, что 99% глава, представитель партии демократов Америки провалилась на югорах. Это очень хорошая новость. Госпожа Геррис, по-моему, что говоря, сильно, так сказать, полетела. Это радостная новость. Она была очень такой, не другом народа Израиля, скажем так. Не было другого. Это радостная новость, потому что даже, знаете, но это очень, это радость, это не причина считать выборы Трампа к началу прихода Машеяха. Не причина. Вы задали замечательный вопрос. А как так можно считать? Я тоже не знаю, но некоторые люди так думают. Я хочу какие-то вещи немножко объяснить по этому поводу. Мы знаем то, чем у нас научил Рамбан. Это является основой веры и знаний о правовании Творца. Что нет в этом мире случайности. Все происходит с нами. Это нет тут пути земли. Это божественное проведение. А тем более такие великие события, как выборы президента в Америке. Это, естественно, крупнейшая мировая держава, которая имеет очень огромный реальный вид внешне. Она очень сильно влияет в мир. И в этом надо хорошо понять, в этом разобраться, надо понять, что здесь происходит. Когда выбрали Трампа, я вам скажу, выбрали Рашина Вингипова. Не сейчас. Выбрали его тогда. И безусловно, все, что делает Всевышний, это к лучшему. И хотя мы хорошо знаем, что сердца правителей в руках усилища, но тот сам факт, что становится правителем ненавистник народа Израиля или, наоборот, друг народа Израиля, о многом говорит. Потому что Всевышний не ставит на трон ненавистника с тем, чтобы потом его сердце его изменить. Так вот, мы наблюдаем последние месяцы, что так радующую нас улыбку Всевышнего, несмотря на все сокрытие лица с войной и тяжелой ситуацией, наблюдаем много-много знаков, которые нас поддерживают. Безусловно, в этой ситуации, когда мы находимся в противостоянии с царством Ирана, 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 это одна из четырех царств, которые были, Парас, Персия, с которым нам непонятно, что делать. Огромная держава с огромной армией, с огромным количеством оружия пытается захватить власть на всем мусульманским миром. В этом есть глубокая внутренняя логика, это не просто так. Об этом написал Маараль, не сейчас, это не в газетах, это Маараль. Был 500 лет, 400 лет тому назад, что Ишмаэль это часть царства Персии. Это то, что мы видим сейчас особенно, когда проявляется, часть царства Персии. И вот в этой ситуации, когда царство Персии рвется к ядерному оружию, ненавидит нас больше, чем все арабские страны, очень интересно. Без всякой причины это реально. Реально я вам скажу. Это наши грехи. Это реальная причина. И мы хорошо знаем, видели, помним, как демократические президенты Америки потакали, спускали все, что они делают. И реально тем, кто пощупом помог ему вкрепиться в ядерном оружии, был президент Обама, как известно. Он много навредил, и вратисторию много навредил. И когда эта партия полетела полетела, это очень хороший знак. Но просто понимать, это не, тут еще мы не видим окончательного избавления, даже близко не видим. То есть, может быть, только одна вещь. она видна, то, что усиляется противостояние царства Эдома, это Америка, и царство Персии, это Иран. Это, можно говорить с Эхатьюмом, что при приходе Мащеха будет сильное противостояние между царством Эдома и царством Персии. И там непонятно там, говоря, с точки зрения, что Персия победит, с точки зрения, по ходу вывода, что Эдом победит, но это вот, это укрепление противостояния Персии и Америки на современный Эдом, это да, говорит о приближении, о времени перед приходом Мащеха. Не то, что, не дай Бог, Трамп, это Мащеха. Сама ситуация противостояния Персии и Америки, совершенно непредставимая 40 лет тому назад. Какое-то мелкое остальное государство Персия была. О! И тут я хочу объяснить еще одну вещь, которая нас очень специально касается. У нас есть в Сидуре в Шахарит две бракхи, которые касаются геула, освобождения. Первая, это вторая, это бракха после чтения Шма, перед Шмана Израиль, который кончается словами, баруха Таашем Гоал Исраиль. Гоал Исраиль это освободитель Израиля, избавивший Израиль. Тут есть много значений. Потом мы упоминаем в первой бракхе Шмана Исры Умиви Гоал Левлеев Негем Леман Шмоб Агава Он приводит Избавителя, потомков праотцов ради его имени с любовью к нам. О! есть еще одно место, где говорится про именно субъект слова Гоула. Есть у нас Шмана Исраиль в начале сравнительно после бархи о чуве, о прощении есть такая барха Баруха Таашем Гоэль Исраиль. Есть перед Шмана Исраиль это Гоал Исраиль это это в прошлом. Даже не в прошлом это освободитель Израиль. Это такое емкое понятие Гоэлистовы. А вот Гоэлистовы это освобождающий народ Израиль. И принято нашим комментаторам объяснить, что тут есть два 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 образа избавления. Есть избавление временное. У нас есть ну допустим пример того какие-то наши ненавистники которые захватили власть угрожают нам и так далее все еще спасали нас от них. И то, что допустим было в Танахе на каждом шагу что были ненавистники над Израилем это были филистимляне не писали были плештим были другие и были главы народной израиля с ними воевали и спасали и было времена войн было времена покоя это категория израиля надо молиться об этом кроме прихода Мащеха надо еще кому-то сейчас тоже жить мы молимся мы молимся в Рубрине в Росшиннави в Кипуру приходим Мащеха просим все мы ищем чтобы даровал нам хорошую жизнь книгу хорошей жизни одно другому нужное другое вот надо хорошо понимать эту вещь мы должны быть настроены на великое избавление от Всевышнего и понимать что это великое избавление придет через Мащеха а Мащеха это его уровень его что он это уровень пророчества на уровне Маше Рабейну через него раскроется целостное направление Творца объединит весь мир он покорит и видит весь мир чтобы служили Всевышнему не какую-то общину не какой-то хасидот а весь мир включая народный мир это не и его царство по большому счету оно противостоит всем другим царствам я немножко объясню понятие царства появляется в Торе в главе ноах мы не говорили об этом первым царем называют даже комментаторы здесь это Нимрада он он еще не называется прямо царем он называется гибор царю был богатырем но 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 его власть называется Мамлахто его царство там уже появляется слово это 10 глава 10 стих там уже появляется слово царство и я даже комментатор что он был первым царем этого не было такого ситуации в мире когда один человек захвачивал власть спасал все народы это царство целиком и полностью противостояло всемишнему царству мы находим в нашей главе тоже пять царей со Содома и против четырех четырех один из них это был Ниброд один из четырех это было Барпел это Ниброд как пишет Раши это все были царства противостояли всемишним и Содом и все пять царей которые были все случайно грешные и так далее и те это было объединение неба мягкое небо имя всемишнего а наоборот намек на подобное царство есть у нас в самом начале книги Брейшис во втором стихе книги Брейшис в самом начале Товы а земля была пустынная и так далее тьма и так далее Бешит Медраж Бешит Раб в этом стихе есть намек на четыре изгнания народа Израиля изгнания изгнание когда наш он подчинялся другим царствам то есть давайте просто поймем тут говорится в этом стихе о тьме о сокрытии лика творца это источник царств этих царств и в этом стихе есть намек на Машеха есть слова Руах Елуким Мерахепетер Пнеамай Миквально Дух Всевышнего витает над водами Гратор Мудрецы что-то есть намек на Машеха который будет противостоять этим царством у них победит по большому счету это было именно было избрание царя Давида быть тем что царство которое будет не противостоять царству Всевышнего наоборот раскрывать царство Всевышнего поэтому мы обминаем Давида в Шманаесре в тех же проходах говорим о освобождении среди стихов что через царство Давида раскроется царство Всевышнего то что происходит сейчас то об этом говорит Рамхал в своей великой кавалитической книге Клахпитхэйхохма что есть периоды которые были совершенно близки к окончательному освобождению это в первую очередь получение тора на горе Синай когда вроде бы уже многие Израиля не было зла пока не сопротивились на Золотого Дельца но потом пишет еще одно вечно все это было еще подъемы и падения в рамках жизни в этом мире это еще не было отличательное избавление в этом мире мы живем когда есть подъем есть падение и надо хорошо понимать мы говорим сейчас про американское государство надо понимать что это нельзя говорить слишком громко я говорю не по-английски поэтому могу себе позволить это говорить нет царства которое бы навредило народу Израиля больше чем Америка в чем в соблазне отхода от Торы то есть тяжелейшее катастрофное это царство которое дало возможность свободы от Тор и это нельзя у них отнимать но сама американская культура это было она оторвала миллионы многие миллионы от Торы в страшной ситуации когда происходило я уж не говорю о том что касается больше демократов это место в котором расцвели реформисты и консерваторы эти касты не касты а группы которые они называются без течения в иудаизме нет ничего более противоположного к индуизму чем консерватор и реформисты потому что основа еврейства это значит Торы от Всевышнего мы полностью подчиняемся а не мы решаем что исполнять и что нет и в этом отношении демократическая Америка это был тот то есть у реформистов было два источника один источник первого это была Германия и чем кончила Германия мы знаем эти силы продолжают работать и сегодня очень поражают еврейские общины в Германии расцветом реформы было в Америке это очень подходит американским демократам очень подходит огромную поддержку получают демократы от еврейских богачей реформистов вечно известно ничего нового не говорится это очень опасно это очень опасно потому что они имеют большое влияние здесь и поддерживают здесь реформистов и так далее это для нас безусловно поражение демократов это большой благ большой благ но не надо видеть в приходе к власти республиканцев и Трампа спасение он безусловно есть понятие наименьшее зло это тоже одно из проявлений царства и дома царства и дома царства и дома были правители которые были сочувствовали нашему народу помогали были даже среди них так их называли праведник народа мира допустим был такой император овца венгрии франц иосиф считался праведником народа мира были еще были достойные правители и так далее которые что я говорю не про гера гера это праведники это евреи я говорю сейчас о самих царях дома но был Антонинус одно дело был Антонинус но в принципе я говорю не об этом потому что те кто остались с кем они есть и герами не остались у них есть тоже большая разница есть группа праведника народа мира в этом отношении безусловно это была большая радость народа Израиля когда демократы пали но надо хорошо понимать что Трамп он не мащиях он тоже часть проявления царства и дома когда мащияху противостоит и что происходит в мире я не знаю то что я знаю только одно мы видим как раскрывается противостояние Эдома и Персии то что написано в Гумаре это действительно говорит о приближении приходом Ищеха и более того даже наша недельная глава о противостоянии пяти царей четырем это по большому счету связано с мащиях потому что эти четверо царей захотели пленить Авраама они ошиблись и пленили Лота тут то есть Авраам он был Ильяна и Лот тоже немного они были источниками исправления мира это то чему эти царства противостоят поэтому сказали наши мудрецы что когда видим что народы мира по большому счету это была первая мировая война наша недельная глава когда царство воюет задевает друг друга а приожидаем о счетах если мы об этом говорим началась война между Россией и Украиной это была ситуация очень непростая даже в смысле мировой войны сейчас уже как-то дело более-менее утихло я говорю то есть мы уже не боимся что завтра начнется война между Америкой и Россией привыкли к этому но ситуация взвешенная она непростая мировая Россия это коалиция Ирана они все имеют общего ангела-хранителя называется Дубике все не связаны с медведем Дов и Перфия как так называется в Талмуде и Россия они пишут что в этом огромное это не от меня это я не от себя от себя таки придумывают это огромное и это что я помню когда началась война между Россией и Украиной это было буквально последний месяц жизни Абхайма Кадевского он сказал об этом славе без рождения ситуация на Украине между Россией когда видим что царство противостоят друг другу ожидайте Мащееха надо велика копить себя в вере и знании о приходе Мащееха и не соблазняться дешевыми суррогатами если у нас новый спаситель Трамп может быть Библия я знаю кто там еще и тому подобное ожидать Мащееха таким как он есть то что сказали нашим мадресам тоже передав Торе и надо еще одну вещь надо видеть большие чудеса как Всевышний нам делает сегодня и надо много благодарить чудеса эти обязывают нас служить Всевышнему больше и лучше иначе у них есть некоторая опасность опасность в том что когда мы получаем чудеса но не справляемся с нас взыскиваются за это они пишут раньше намекая в нашей недельной главе сказал Всевышний Авраам с Хархар Беймиод это очень большое вознаграждение потому что Авраам считал что может все во спасение он решился вознаграждение но у нас есть опасность что мы пожили год величайших чудес и нам надо укрепить себя в Торе во всем хорошем благодарности Всевышнему в частности укрепить веру и знания приходим из Чиеха ожидать его в скорости дай Бог что до скорых скорых велосердием а не войнами всего хорошего до скорых до скорых до скорых до скорых Продолжение следует... 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 Продолжение следует...